здравствуйте я всех вас рада приветствовать на моем канале все те кто не подписался подписывайте пишите свое мнение свои комментарии я буду очень-очень рада дорогие друзья сегодня мы с вами готовим болгарский супчик очень вкусный легкий и мне он очень и очень нравится и вообще люблю всякие супы супы с фрикадельками это один из видов такого супа нам для этого понадобится 400 грамм фарша можно куриного вот у меня здесь смешанный фарш свинины с говядиной это как вам нравится значит туда мы добавляем в этот фарш одно яйцо но только не только белок добавляем яйца желток мы сюда не ложим только белок желток отправляем в тарелочку и он нам понадобится далее сюда значит натираем на терке или на блендере кто хочет натираем лук застань то что останется супчик у нас пойдет всегда нужно натирать на терке чтобы рикадельки как бы он сочнее были фарш сочнее когда в него натираешь мелко значит на средний ну это у нас как бы вот фарш сюда сейчас мы еще по посолим посолим здесь употреблять не будем солью поперчим немножко тоже и все это перемешаем руки у меня чистые так что так вот подготовим фаршик больше будем сделать из него из них из этого фарша будем делать с вами фрикадельки но не как обычно потом я в процессе вам покажу чем отличаются данный вид фрикаделек от обычного так сказать способа много секретик сегодня в нашем супчике так что смотрите дорогие друзья прям до самого конца потому что в конце тоже будет очень даже интересный секрет приготовление данного супчика затем нарезаем лук а еще одну среднюю луковицу значит то что у нас осталось мы тоже измельчим то что осталось у нас пока мы также сейчас я измельчу лук и на крупной терке патру морковь и изрежу болгарский перчик вот у меня такой есть очень красивый из моего огорода ведь какой созрел сейчас и ноябрь ночью ночью пока есть все свои вот овощи его можно нарезать на кубики я вот такой средний размер сделаю на копики на соломкой также морковь и можете соломкой нарезать если вам хочется или на крупной терке натереть это уж по желанию по вашему большого как бы значение это не имеет так что я сейчас приготовлю и готовим вот овощи я уже приготовила также порезала я картошки ну что-то я так в этот супчик можно не класть картошку но вот все таки как-то без картошки мне показалось будет грустно уже привыкли что в супчике у нас всегда есть картошечка поэтому мы ее добавим у меня здесь две средних картофель где же две средних штучки значит подготовим фрикадельки для этого мы будем будем брать берем и каждую фрикадельку формируем и обваливаем ее вот в мучке вот такая вот особенность приготовление фрикаделек необычная формируем хорошо и вот так обваливаем муки я уже здесь вот приготовила сельдерей потому что этот супчик с болгарскими нотками он вот обязательно нужно сельдерей у меня сельдерей листовой я вот приготовила три веточки думаю будет достаточно у него должен присутствовать обязательно вкус сельдерею это супчик а но если у вас нет сельдерей ничего страшного можно тогда добавьте побольше петрушки но вообще смысл конечно вот он должен пахнуть сельдереем можно можно добавить сельдерей корневой тогда его нужно будет добавлять в поджарку вот такой вот как бы момент в общем сейчас я сформирую все фрикадельки и мы приступим вот у меня есть такая кастрюля с толстым дном я в ней буду и в ней я буду делать поджарку сейчас убавлю огонь чтобы не так сильно меня уже там масло для поджарки вот я туда добавляю очень рекомендую вам приготовить поверьте всем вашим близким очень понравится если у вас нет такой с толстым днем дном кастрюли ничего страшного вы можете все поджарить на мгновенной сковороде и потом уже как бы все это добавить в кастрюлю и так очень быстро у нас жарится лук потому что раскаленное было масло на таком приличном огне у меня стояла все это уже лучок он подрумянивается буквально несколько минут и добавляем сюда морковь как я уже сказала морковь у нас морковь я натернула на вкусной терке вкусно уже пахнет лук начал поджариваться и добавляем сюда морковь сильно тоже поджаривать не надо если что не совсем полезно когда сильно поджарено и вот так картируем где-то одну минутку добавляем болгарский перчик чтобы он отдал сок перчик вот наши поджарки очень вкусно пахнет поджаркой болгарским перчиком сюда и сюда мы сейчас с вами добавим можно сразу добавить картошку ну с картошками жарить не будем в этом супчике это ни в чему просто перемешаем вот так вот и добавим воду здесь у меня где-то два с половиной литра воды и теперь будем и теперь конечно же мы это сейчас у нас как закипит мы добавим сюда соль по вкусу и поварим где-то дождемся пока закипит скажем так не будем вот я закрыл крышкой наш супчик мы будем ждать когда он закипит суп закипел я сюда добавляю лавровый лист и 3 столовых ложки пропаренного риса я очень люблю и все мои вся моя семья не любит рикадельки с рисом вы можете добавить любую крупу можно кукурузную можете макароны какие-то изделия добавить как вам нравится я люблю с рисом также сюда мы добавляем сразу же ложим наши с вами фрикадельки которые мы подготовили вот в кипящую воду и убавляем огонь на среднем огне варим где-то минут 20 вот так у нас будет это вариться минут 20 нельзя сейчас приходит строгать пока не не сварится не как бы не иначе не могут распасться то есть можно вот так у меня крышка которая если вот у нас вот как бы не уйдет так она чтоб варится я обещала помните самом начале я обещала вам секрет то вот секрет будет вот в чем мы сейчас с вами сделаем заправку для нашего супа для этого нам пригодится тот самый желток который у нас был в начале который остался и три столовых ложки кефира все это мы смешаем обязательно нужно будет смешать желточек мы сейчас его так размешаем вот так вот и чтобы сразу супчик мы были выливать с вами не будем почему потому что может свернуться поэтому мы возьмем и аккуратно и супчика добавим сюда вот бульончик а очень аккуратно добавим и и будем размешивать еще добавим сейчас немножко попал стану болгарский перчик но это не страшно супчик наш почти уже готов видите ничего не свернулось не яичко не свернул и кефир и сейчас вот эту вот массу мы добавим в наш суп супчик вот у нас варится мы добавляем вот такой вот такую болгарскую заправку наш супчик вот размешиваем и сейчас мы сюда добавим сельдерей немножко специи на ваш вкус как какой какие вам нравятся можно хмели-сунели добавить я добавляю свою южную приправку перец черный пищу немножко добавим для вкуса чтобы наш кровь с вами не сгущалась перчик очень полезный и вот у меня мороженое как бы укропчик добавляем укропчик и вот такой красивый у нас с вами получается супчик просто чудо сейчас у нас перекипит буквально две минутки супчик наш готов очень красивый очень красивый смотрите какой и очень очень вкусный суп просто очень вкусно приправка дает сельдерея приправка болгарский перчик дает именно вот такие вот болгарские мотивы так что друзья мои готовьте суп очень вкусный очень очень рекомендую всем вам побаловать так сказать своих близких разнообразием изумительный супчик с необычным привкусом здоровья вам всем крепкого прикрепкого и всего самого-самого доброго и удачи во всем и удачи и удачи удачи